здравствуйте дорогие зрители друзья и подписчики просто любители вышивки сегодняшнем выпуске я хочу вам показать своего готова завершенную работу будут какие-то покупки и конечно комплектующие материалы ну давайте наверно начнем завершенной работы вышивала я сэмплер но фактели джинс компания херц и сексом торбокс дизайнер тереза бр вот такой красивый сэмплер он входит в серию 13 колониальных сэмплеров которые создает андре за борт этот на относится к штату пенсильвания очень красивый сэмплер совершенно потрясающая рамка элементы декор блоки очень такой интересный фактурный так давайте посмотрим что у нас получается по ключу вот такой вот у нас ключ здесь у нас представлен вариант как подосла в шелке шелки 5 демси если вы решитесь вышивать было свату в эти 24 оттенка тоже также входят 4 оттенка mpi демси цельный ключ рекомендуется вышивать на сороковом каунте дизайнер вышла на свете прородберли я вышивала на основе винтенч пикан батор мне нравится этот цвет и у меня уже некоторые сэмплеры тоже вышли на этом оттенке мне нравится как смотрится что получилось значит по стежкам у нас здесь отключены стежки клост хирин по сатиновый стежок алжирский стежок через один через одну ниточку переплетения стежок радужский стежок также альтернативный двойной бэкстич и смирно стич так что получается единственность которого здесь не хватает это спирально круговой стежок который есть других центрах и это конечно облегчает работу конечно по оттенкам голос вам не пришлось сделать замены о чем мы сегодня будем с вами разговаривать но в любом случае готовый результат мне очень нравится по схеме что нас получается схему конечно попроще чем другие и она поменьше по размеру но также есть инструкция писательная часть полный расклад по блокам где что вышивать поэтому сейчас мы с вами будем все это с вами смотреть и разбирать так давайте сначала я вам покажу сам сэмплер вот у нас готовая работа очень красивый получился сэмплер совершенно роскошный дизайн и давайте посмотрим ниточки и вот у нас волшебный поднос с нитками я вот такому покажу и поставлю его вот сюда потому что мы сейчас будем смотреть какие я делала замены мне будет так удобнее вам показывать так первое конечно сюрприз который здесь был это цвет рамки вот этот красивый голубой цвет с таким зеленоватым понтоном оказался совершенно другой палитре по цветам он должен был вышиваться цветом пушин тайт вот этот цвет эти такое светло света голубой это вот он еще когда в матке он дает более-менее темный цвет но когда разделяешь ниточку то цвет очень похож вот на это становится 5 код был только немножко другая тональность и вот я вышиваю 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 жду в этой рамке волшебный темный цвет а его все нет и нет я списалась дизайнером потому что эта рамка здесь очень такая основательная в плане декора этого сэмплера и здесь очень важно было правильно подобрать оттенок на что она мне ответила что когда она вышивала этот сэмплер эта компания была своя принадлежала другому владельцу и после продажи этой компании новому владельцу все оттенки ниток стали на тон как бы светлее ушла вот эта яркость и контрастность которая была при при прежнем владельце поэтому мне пришлось пересматривать из ее подсказка это мне подсказала цвет для рамки мы рыбу например поменять но он тоже совершенно не в тему вот видите и честер был это тоже совершенно другие по цветам оттенки вот она мне даже свои цвета прислала да они оказались ярче чем то что у меня есть эти такие оттенки знаете такие ну и действительно винтажные припыленные с черным подтоном до серым и получается что он тоже не соответствует задумке дизайнера и когда она мне уже написала что ее цвет был похож на цвет и 5 926 то это конечно уже ну совсем совсем другие цвета и другие оттенки но по крайней мере это дало мне вот этот самый курсор какой же цвет я должна выбирать и в каком в какой палитре поэтому я решила здесь единственное было нужно было сразу начать 926 цветом вышивать эту рамку но это солидный цвет а мне хотелось все-таки добиться хоть каких-то переходов если мы сейчас с вами посмотрим схему то есть выжатый сэмплер непосредственно дизайнера то здесь видно что есть очень хорошие красивые переходы в рамки я попыталась попыталась дачу найти все-таки что-то подобное и я выбрала цвет из глорианы называется он pacific blue dark такой же цвет есть просто pacific blue но для нашего сэмплера нужен именно темный оттенок номер 173 вот он как раз подходит по тональности к номеру 926 только у него уже добавляются переходы и как раз вот эти переходы желанные которые я хотела я смогу найти в стенке не так глориана посмотрите какая разница большая видите поэтому здесь ключом нужно быть так очень внимательно и осторожно значит получается что вот этот pacific blue я заменила и еще честер было мэрблу я больше нигде не использовала то есть получается что они у нас фактически выпали из ключа так сейчас мы дальше с вами продолжим также я этот цвет еще использовала вот здесь вот вверху буквы вот а так принципе он больше нигде не используется то есть только по по рамке и все на этом так также у нас внутри вот этой рамки была у меня еще замена по зеленому цвету здесь идет такой светлый оттенок он называется так сейчас мы хорошее вот он называется ферн фонд видите как он светлый светлый салатовый он бы хорошо смотрелся в сочетании с оушен блог как например сначала планировалось видите какой красивый баланс получается по цвету тональность прям одинаковая но это совершенно другой 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 сэмпер и другой вариант и тогда я поменяла взяла на тон повыше как и дизайнер сказала что цвета стали более бледные то я держала в уме всегда что нужно стараться выбрать оттенки на тональность повыше и я поднялась в цвет cream de menthe вот в этот цвет но я выбирала здесь уже темные оттенки то есть здесь нужно смотреть внимательно и выбирать ни одного ни одного мотка не хватило то есть мне пришлось еще использовать другой оттенок там дошивать верху я вам сейчас тоже это все покажу то есть вот видите какая разница потому что если брать в сравнении например фронт фронт листочки с розами которые у нас вышиваются цветом sister scarlet то это ну немножко бледновато для такого динамичного цвета sister scarlet а вот screen de menthe все получается хорошо и все получается у нас здорово смотрится по балансу цвета вот вот такое получается сочетание для розочек бордюре так фильм фронт мы убираем так sister scarlet я не меняла он также у нас и остался крем де menthe мы заменили значит очень красиво здесь идет земляничный цвет вышивается он цветом ниточек аутмилл сколон и внутри у нас идет радужский радужский стежок и сами непосредственно листу лепесточки цвета вышиваются сатиновым сатиновым стежком больше здесь у меня замен никаких как бы не было вот дальше все у нас по ключу рамка у нас вышивается без замен вот такой вот цвет skyr chrome вот этот желтенькая рамочка по всему по всему периметру у нас идет вот красивый цвет очень хорошо смотрится он у нас остался без изменений были изменения в другом цвете это у нас коричневые оттенки олень вот здесь и вот здесь также стволы деревьев лапки у птиц и вот здесь деревьях по ключу все вот эти внутренние элементы вот в этих секторах вышиваются у нас 5 там через одну ниточку переплетения красивые фиалки оленья деревьица птицы цветы и также шрифт шрифте вышивала мелкокрестиком через одно переплетение но что у нас получается по темным цветам значит по ключу там идет оттенок матпай вот этот цвет вот когда он вот он так вот еще смотрится ничего когда его начинаешь разделять ниточка совершенно теряется олени были бледные стволы у деревьев потерянные и повисали просто воздухе и я сделал замену на цвет махагани и тогда все стало на место очень красивый цвет он с переходами у него здесь есть и кофейные оттенки есть и более медные поэтому он конечно совершенно иначе смотрится на на основе сразу деревьев появились появились стволы и олени сразу заиграли их стали стало видно если что мне немножко непонятно вот здесь у птиц если смотреть по спасу по я превью лапки светлые вот если как раз если вышивать вот этим вот матпай то лапки действительно будут вот такого светлого цвета но я оставила как есть хотя они у меня до этого были выше до светлым оттенком и знаете вот немножко отходишь эти лапки теряются ощущение что птицы повисли в воздухе нет нет опоры не видно что они на лапках стоят поэтому я решил их перешить на цвет махагани здесь у нас получается по по цветам все под темным оттенком птичка взамен никаких не было фиалках тоже только опять же вот этот свет и листочка к зелени везде вот фиалках и вот здесь немножко основания линий там идет свет как раз на ферме фронт я нет я как раз все правильно сделала крем-дементе я его использовала только использовал темные цвета у меня кстати было несколько мотков этого цвета они были только один цвет вернее цвет а тональность подходили для сэмплера и он у меня полностью закончился он был с более темным переходом оливкового подтона вот этот крем-дементе он более в холодное дает такой фисташковый цвет а вот тот моток был просто идеальный для этого сэмплера я его прям использовал впритык здесь уже меня даже в розах это значок номер три сейчас мы посмотрим да вот значок номер три крем-дементе он прям уже здесь мне только на букву хватило а в розах уже не хватило я уже использовала более холодные темы крем-дементе кстати я еще вам даю такую подсказку если вы хотите правильно выбирать тональность было своем сравнивать и сын 5 это очень хорошо поможет понять какой цвет лучше брать светлый или темный или вообще вышивать вот так как ниточка идет потому что 5 более солидный цвет и он конечно дает такой знаете как курсор смотреть какой же тональный сэмплера нужно выбирать и еще здесь такой момент что если вы даже сравнивать ключинка и вот даже то что он сейчас показывала коричневые цвета здесь получается что очень так это у нас был номер сто восемьдесят шесть и вот давайте странным вот на свет видите как он светлый ну это вот ну вот сюда еще можно ну вот сюда то есть вот где-то сто восемьдесят четвертый с восемьдесят третий оттенки а вот цвет махагани как раз уже ближе сто восемьдесят шесть сто восемьдесят семь то есть получается что тональность более правильная так это мы пока уберем так и что у нас получается так у нас центр получается да там тоже третий номер идет третий значок в ней тоже крым дым ты поэтому тоже забирайте тональность не потемнее чтобы более эффектно смотрелось здесь у нас в принципе по бабочку взамен никаких не было здесь используется желтый то сатиновый стежок а внутри идет смирный стежок короны без замен сердечки тоже вот такая красивая фруктовая ваза тоже без заменения красивые деревья но здесь прям вообще все красота следующий блок у нас идет блок с домом значит зелье вот этот газон вышивается крупным стежком хеллингбон это четыре ниточки переплетения то есть такой широкий шаг получается у него здесь уже замен никаких не делала и также клубничное дерево тоже вышивается этим цветом вот здесь вот по периметру у этих деревьев используется только в этом месте ниточка нпи так сейчас я на ее покажу номер 407 вот этот цвет больше он нигде не используется в принципе нужно было бы даже его попробовать сделать замену крем дым и ты например где-то вот здесь вот по внешней стороне или например вот здесь вот вот в этой гирлянде цветочной с гвоздиками ну в общем то получается что по зелени здесь все теперь мы давайте посмотрим что у нас получается по ступенькам ступеньки у нас вышиваются черным цветом и ветк раз но я заменила токость обычный крест заменила на хеллингбон и это дало такую красивую фактуру этим ступенькам очень объемный здорово стало смотреться я кстати в доме тоже везде по периметру 100 везде хеллингбон сделала окошки то же самое тоже по периметру везде этот стежок дверь то же самое вот здесь вот под крышами у меня тоже везде это стежок хеллингбон используется это добавила такую красивую фактуру и также вот здесь вот а верхушки у на крыше трубы вот здесь вот тоже вышит а вот эти вот вот этим стежком стал еще более интересно смотреться потому что в ее стендлер который я вышивала этот стежок тоже используется вот так вот дома мне это идея очень понравился я решила ее тоже здесь применить так что у нас получается по дому какие здесь были замены так давайте начнем намерен со стен дома по рекомендации нужно было брать цвет называется там был вид вот но когда я начал он вышивать он опять почти терялся и домика почти было не видно а мне очень хотелось добиться вот эффекта вот такого красивого лунного дома освещенного луной с цветом луны чтобы он так играл вот таким же оттенком а там был вид все-таки теплый цвет и тогда я решила заменить на цвет называется cobble stone вот такой вот цвет так давайте посмотрим поближе он отдает в более такой каменный цвет да цвет камней и вот такой там будет вот этот более теплый цвет и он не так контрастно смотрится значит вот такие у меня получились стены цвета ран и ставни я ничего там не меняла значит цвет двери цвет дверей я поменяла значит там по рекомендации должен был расшиваться цвет называется розов шарон вот такой вот но знаете он более такой припыленный в таком вот винтажно-розным потоном какой-то знаете вот здесь есть вот действительно розовые цвета и мне показалось это немножко как бы не топ тем более этот цвет больше нигде не используется связки нету и я решила поменять на цвет sister scarlet вот это сочетается со многими элементами здесь в сэмплерах это у нас получается и и розы и фрукты сердца здесь везде используется этот цвет чудо русской розе здесь наверху розы поэтому я решила вот этот цвет тоже добавить в центр в центр сэмплера по моему смотрится очень красиво и тем более что здесь везде дверь обшивается бэкстичем да вообще все все ставни окна сам дом обшивается бэкстичем и этот цвет немножко скажем так приглушился вот поэтому мне понравился именно оттенок sister scarlet для дверей и теперь переходим к крыше по крыше по цветам вот такие два цвета нор и слейд должны были использоваться вы видите насколько они близки а теперь давайте посмотрим у нас привет и по превью посмотрите какая у нас получается красивая контрастная крыша смотрится конечно замечательно то что я вижу на сэмплере и я решил заменить одни цвет на сейчас я вам скажу на тамбл вид то есть получается что вот этот цвет который мне не подошел к дому вот я заменила на тамбл вид можно сделать комбинацию норы тамбл вид или свои тамбл вид то есть это пожалуйста на ваш выбор но вот в этом варианте действительно есть контрастность совершенно уже по-другому смотрится крыша и верхушки каменных труб поэтому здесь конечно на ваш выбор вот но сейчас бы даже уже по прошествии я бы выбрала уже даже качестве серых оттенков все-таки черный мне кажется с черным было бы лучше интереснее крыша смотрелось но мы пока что есть пусть будет так в принципе тоже хорошо смотрится но можно было бы попробовать и поработать с черным опять нужно пробовать то есть это не так что как идея ее нужно проверять значит вот здесь у меня в принципе все по заменам по домикам здесь по облакам и не солнцу никаких заменам не было все и все так как есть по ключу очень красивые облака получились роскошное небо который вышивается светом петит blue пятикот blue вот этот цвет совершенно роскошные переходы у него очень красиво смотрится теперь переходим на правую сторону с луной вот здесь тоже конечно была проблема так здесь мы тоже вышивали сейчас скажу по ключу у нас получается оттенок который я как раз не использовала по-моему это вот и есть у нас как раз честер 2 но в любом случае я его заменила и я его заменила на цвет который называется midnight и это у нас глориана цвет номер 093 вот такой красивый синий цвет совершенно замечательно смотрится и у него потрясающие переходы действительно смотрится как ночное небо совершенно роскошный оттенок рекомендую это мне очень сильно помогло вам не нужно будет покупать несколько оттенков что-то пытаться выбирать вот это мид на и просто идеально подходит для ночного неба еще я сделала здесь на нину уж он добавила немножко заменила вокруг белых обраков здесь есть такой переходный участок синий я добавила оушен тайт чтобы он хорошо сочетался с пятикот блог вот такой вот приход чтобы хоть как-то чувствовался переход от светлого к темному потому что если брать по ключу то этого перехода совершенно не чувствовалось а вот в такой комбинации и в такой окраски не так как у меня есть получилось хорошо есть видны переходы цвета от светлого к темному здесь наверное поэтому сектору все следующий блок здесь у меня все было без изменений опять только выбираем в качестве зелени полы более темный цвет оттенок creme de menthe следующий блок очень красивый здесь у нас получается вышивка через одну ниточку переплетения мелкокрест и очень красивый black walk вот этими красивыми цветами совершенно роскошно смотрится здесь очень красивые слова но есть так вот дословно попытаться перевести с оттенками шелка как прекрасная природа я с нежной осторожностью давайте так скажем с аккуратностью дай вниманием провожу углой с усердием и умением сделаем прекрасный центр для будущих потомков ну вот как то вот такой вот сухой перевод если можно так сказать конечно поэтически можно было бы гораздо лучше сложить ему я так дословного так следующее у нас получается блок это вот с тюдоровскими розами щелках никаких замен не было эти цвета же используются и вот здесь фиалках то есть все остается также в зелени у нас используется creme de menthe и цвет без так вот эти вот два цвета снаружи вышивается темным оттенком я выбирала creme de menthe и внутри бинстак идет вот эти два цвета не хорошо друг друга поддержали хорошо смотрится чувствуется контур есть вокруг оттенка не так бинстак очень красивые тюдоровские розы которые вышиваются цветом сестры скарлетт по периметру и внутри идет сатиновый стежок вид grass вот такое красивое сочетание получается очень дорого смотрится изумительно и очень элегантно очень красивый сердцевинка в шахматке который связывает сэмплер тоже вот с непосредственно с верхом сэмплером кстати если вы вот посмотрите вот эти вот тоже вот сочетание вот ваздики тоже очень здорово прикликается с верхушкой и с серединой эти до русских роз короны все обшиваются бэкстичи и внутри я добавила цвета не цвета вернее заменила цвет был свой один из желтых цветов которым там используется для больше контрастности на золотой клиник такой антикварный оттенок хорошо он смотрится и дает немножко блеска все-таки короны пусть будет почему нет мне кажется уместно и следующий у нас получается блок последний здесь у нас получается розы которые вышиваются двумя оттенками струбри шутки такой коралловый оттенок и систер скарлетт знаете что интересно вроде бы те же самые розы но здесь используют два сочетания да а в рамке используется только одну систер скарлетт вот видите как тоже поиграли то есть можно в принципе и также вышить как в рамке а можно и как и по ключу то есть тоже такой же вариант интересный получился зелень вышивалась в розах тоже цветом creme de menthe вот но здесь у меня уже выпал более такой холодный оттенок я вам потом еще поближе покажу остатки creme de menthe мне ушли на букву ю и мне не хватило на 3 нижних алжирских глазка весь этот шрифт алфавит вышивается у нас алжирским глазку и я использовала чтобы не завершить эти три последних алжирских глазка внизу использовала цветен хэнчит форест видите какой оливковый темный цвет но у него здесь есть переходы светлые и мне как раз у меня как раз получилось выбирать светлые оттенки для того чтобы завершить для того чтобы завершить букву ю очень хорошо смотрится все получилось по тональности завершенное все в тему значит по цветам буква а у нас вышивалась я решила сделать замену и поменяла на цвет пацифик блот глориана вот он у нас чтобы как-то с рамочкой у нас было сочетание буквы я ничего не менялась у нас оттенок идет бинста лак вот он букву ой систер скарлетт а я заменила на ужин тайт и буква и его это крем дым ты вот такие у нас получается оттенки так давайте посмотрим поближе вот такая получается у нас гамма так ну в общем то здесь по верхней части все и что у нас получается по рамке рамка совершенно роскошная замечательно смотрится сочетание цветов вид крас вот у нас и черный оттенок вот он это ниточки нпи здесь кстати черный цвет используются вот шахматка также альтернативный вот такой вот бэкстич сочетание со стежком херинг-борн такой перевернутый стежок везде который разделяет блоки сам шрифт и здесь тоже ступеньки ночью может быть я не знаю насколько вы экономно вышиваете может быть стоит взять и два матка 993 ну в общем у меня был немножко остаток я его использовала часть вот отсюда у меня ушло то есть мне кажется что лучше взять два матка и потом опять же зависит на каком камни вы будете вышивать мне кажется если 36 то точно нужно парма . взять для подстраховки ну в общем то здесь наверное как бы тоже все у нас получается что стендлер по тональности получился очень близок потому что я вижу на превью и это была моя самая большая главная задача конечно очень красивая разработка совершенно очень интересный такой дизайн по структуре и что самое интересное и вы знаете когда вот вышивала цвета может кому-то такая идея понравится вдруг кто-то решится так как у нас я вышивала оушен тайт сначала поключу как идет вот этот вот вот эта рамка у меня даже была была такая мысль почему бы не попробовать его вышить наполовину то есть половина день и половина вышить цветом пятикот о пацифик оушен пацифик блу дарк вот этот вот цвет то есть сделать как день и ночь то есть разделить сэмплер на две части но это может быть кому-то такая идея понравится такая авантюра может быть стоит и попробовать то есть прям вот этой центральной розы эту часть сделать такую дневную на ужин тайт а этот на пацифик блу пилите но в общем тоже это все нужно смотреть здесь а что я боюсь что все-таки темный цвет он все-таки более динамично и чтобы не получился дисбаланс что у нас эта сторона более темные опять же это такая авантюра нужно пробовать все и смотреть ну в общем то по ниточкам наверное все вот поэтому сэмплером тоже сейчас мы с вами сделаем переорганизацию терпение а кстати так как у меня еще была переписка непосредственно дизайнера она мне прислала в помощь подарки какой-то тип ниточки вот смотрите вот эти нитки которые она мне прислала попробовать заменить на мэрблу вот но я не стала использовать этот оттенок потому что все равно не хватает вот этого темного цвета так давайте мы сейчас сравним наш волшебный пацифик буллот глорианы вот видите все равно не хватает вот этот цвет глорианы он более темный вот и также она мне прислала вот такой вот органайзер от отрыв с фоли которую я уже этот дизайнер этот вышила я собиралась кстати на ее семинар на волкшоп но это было перед самым локдауном и все отменилось и после этого больше никаких семинаров она не организовывала и вот этот органайзер как раз был эксклюзивно разработан для этого семинара ну в общем-то вот такое счастье мне перепала также вот такая сумочка вот и очень приятно было получить от нее письмо с ее какими-то рекомендациями ее отзывом и ее личной подписью это вы знаете прям так хочется вот все вот так вот оформить красиво в рамку и просто этим любоваться даже неточками не хочется пользоваться вот просто чтобы как на память она конечно очень быстро отвечала большое спасибо ей за это потому что когда у меня вот все это началось перетурбация заменами по рамке который задает всю тональность семплера я конечно немножко была в полном конфьюзии нужно было что-то делать какое-то решение принимать чтобы все-таки этот семплер вышить но и в дальнейшем для девочек тоже чтобы им было легче ориентироваться конечно если по-хорошему так смотреть то здесь в ключе нужно цвета пересматривать потому что вот я живу вот так вот близко могу что-то себе заказать и быстро получить нитки плюс возможность выбрать несколько разных оттенков а кто живет за границей вот здесь конечно будет сложно поэтому я очень надеюсь что мой опыт в подпоре ниток замена и мой опыт вышивки этого семплера поможет другим девочкам вышивальцам вышить этот сэмплер и вам не нужно будет делать лишние покупки и вас не будет лишних затрат так здесь мы сейчас все убираем и я хочу вам сейчас показать этот сэмплер поближе так чтобы вы немножко рассмотрели детали так вот у нас такой получается первый блок очень красиво получились и олени кстати олени ножки и копытцы я вышивала именно мелко крестиком через ниточку при плетении а вот тело само тело и рожки оставила как есть через ниточку при плетении полукрест очень красивые фиалки которые тоже вышиваются мелким стежком полукрест красивый ваза с цветами птицы короны красивые ступеньки на следующем блоке с домом смотрите какая красивая у нас красивое небо с луной получилось рамка роскошная совершенно великолепно смотрится земляничный цвет в сочетании с красными розами зелень тоже получилось прекрасно в балансе так сейчас немножко вот так вот спустим так очень красиво следующий блок у нас идет с красными цветами непосредственно текст который вышивается мелко крестиком очень красивый тюдоровские розы и сама шахматка очень красивый бордюр и верхняя кстати когда вышивала вот этот верхний бордюр у меня даже была мысль не попробует ли выжить сочетание черное с цветом знаете от мил скон то сделать его такой более в холодных оттенках и при этом вроде бы как бы чтобы была перекличка с земляничный с листочек лепесточками земляничного цвета но я сделала несколько пробных таких квадратов и я поняла что лучше все таки оставить цвет ветграсс золотистый потому что он смотрится и более винтажно более приглушенно не берет на себя внимание не отрывает взгляд от рамки вот от этого красиво земляничного цвета с розами и получается что она просто как найти такая как шапка шляпа у этого сэмплера очень красиво закрывает доставить такую заключительную точку в этом сэмплере смотрится совершенно прекрасно поэтому замену за делать не нужно иначе получится уже более так ярко и контрастно все-таки это у нас сэмплер и он и этот вариант лучше подходит к цвету основы поэтому я решила ничего не менять здорово смотрится люблю обожаю этот сэмплер вызывает полный восторг и давайте сейчас посмотрим мои другие сэмплеры вместе с этим что я уже вышивала так сейчас у нас будет вот такой вот так этот центр уже пытался ездить на оформление но испортили раму и получилось так что у меня пока вот такой вот вариант это у нас сэмплер вирджинии это самый большой сэмплер вот так как теперь будет другая рама у этого сэмплера мне пришлось снимать всю натяжку это самый большой сэмплер представляете испортили раму цена рамы было 600 долларов вот так что увы-вы у этого сэмплера будет другая другая рама не то что я хотела вот такой красивый сэмплер красивый бордюр домик вот так следующий это вот этот сэмплер это у нас бурлинтон каунте посвящен штату нью-джерси вот такой вот сэмплер красивый этот сэмплер уже поменьше вот этот красавец с очень красивыми розовыми лентами с шикарным особняком но просто волшебство и вот такой вот четвертый сэмплер вот они мои все красавцы люблю не могу все будет оформляться только к сожалению все очень долго вот оформление больше чем полугода ожидания так что все набираемся терпения ждем вот очень красивые все сэмплеры везде здесь используется очень сложно интересные стежки вот поэтому конечно это очень добавляет такого шарма вышивки очень красиво смотрится совершенно изумительной работы вот и не все очень любимые и все очень надеюсь будут здорово я планирую еще вышивать как минимум два сэмплера точно от этого дизайнера так что будем наблюдать смотреть постепенно вышивать я попыталась узнать дождемся мы все-таки следующего сэмплера который она планирует вышивать это сэмплера посвященном штату но скаролайна вот но к сожалению пока информации никакой нет ничего не знаю и ничем не могу с вами поделиться никакими хорошими новостями надеживающими так ну по сэмплером все а теперь давайте посмотрим какие у меня были покупки а ну кстати вот давайте посмотрим вот это вот у меня появились карты по шелку так как я делаю конвертации и сейчас у меня идет конвертация одного большого сэмплера который будет вышиваться на пятьдесят шестом каунте но ключ ключ дан в детках а выросла и мне нужно делать конвертацию в тоже выросла 103 номер поэтому мне как воздух необходимо вот эти карты вот и без них и никак никуда и вот сейчас видите делаю разные замены тоже получилось хорошая подмогу с ключом с карты не дал поинт очень удобный ключ очень хорошо по цветам все вся раскладка идет очень удобное кольцо можно даже его снимать и это очень большой ключ плюс именно этой карты не дал поинт здесь все цвета представлены это у нас видите стопроцентный китайский шелк а вот кстати даже сейчас я вот когда вышивала вот черный цвет например нужно было бы поменять на цвет есть такой глориане цвет называется по моему антик антик блэк что-то такое он такой красивый с переходом цвета а почему потому что ниточки npi более тонкий чем было сло и этот бы цвет даже лучше укрыт на стежка дал я кстати почему люблю вот ниточки глориана и было сло именно вот потому что у них лучше укрыт на укройная способность но ниточки npi тоже нужны в работе на другие например тканин как например 46 каунт npi одно удовольствие вышивать имя дальше у нас идет ключ и варсва перли но ключ перли соответствует цвета мне так что третьему тоже варсва мало кто об этом знает сколько я не пыталась попытаться найти ключ на 103 грида нет такого нет такого ну не может быть и когда я уже списалась непосредственно с компанией они мне сказали что карта ниток от перли это тот же ключ с клеточком 103 поэтому вот пожалуйста тоже очень удобный ключ здесь видите вот так вот никаких колец просто на завязке но это кольцо можно ставить самому развязал пользуется очень удобно вот а вот здесь здесь конечно уже все посоление и посерьезнее потяжелее тоже ключи тоже карта а выросла вот единственное что конечно вот здесь вот бы хорошо бы вот эту вот часть вообще убирать это знаете что это такая описательная часть но например вот идут номера цветов и предъявить и приблизительно описание например зеленый зеленый теплый зеленый холодный желто зеленый желто зеленый экстра то есть в принципе как но для вышивки ты но не совсем как бы нужно и занимает очень много места и тяжелые хорошие такие листы с печатью вот было бы здорово и собирать все разбиралась но здесь все собранного едино и в принципе можно конечно просто снять вот это крепление и заменить на вот такое кольцо но если покупать то покупку то получится вот вот так вот вот хорошая тоже карта очень удобная вот это прям очень желанная покупка карта димси она у меня тоже есть мне кажется у всех есть тоже помогает перевод димси в шелк пожалуйста можно жира карта тоже димси очень хорошо помогает так и давайте наверно посмотрим покупки я думаю что это тоже будет интересно хочу вам показать вот такой вот плед который у меня планируется вышиваться к новому году эта схема от стуни крик я люблю новогоднюю рождественскую тему но вы уже знаете наверное если вы смотрели мои другие выпуски это вот такой большой сэмбер который вышивается на ткани афган очень большой размер 44 с половиной инчи на 53 приличный размер 20 каунт белая лугана здесь очень много не так получается что у нас здесь 46 цветов но посмотрите какое количество 1 оттенка например 11 9 20 12 12 где-то 9 ну в общем здесь получается если вот так вот все собрать 128 мотков но это очень большой объем так и давайте посмотрим что у меня уже все материалы скомплектованы просто если я начну вышивать вы не посмотрите вот эту красивую гору и и не увидите потому что она уже будет вся использована вот а тут вот видите какое красивое богатство девочки 128 мотков это конечно невероятно девичье счастье ну что ты скажешь да счастье рукодельницы нитки вот так что вот планируется вышивать было у меня задумка попробовать вышить на другой основе но пока все еще в раздумьях главное лугана у меня есть а дальше как получится я хочу сделать первые пробные стежки если у меня получится на другой основе и что-то там действительно хорошего получается тогда вам покажу пока все остается по ключу вот это вот бахрама уже делается вручную непосредственно из ниточек как бы выдергиваем ниточек из луганы но в принципе даже я подумал что можно было бы пришить какую-то красивую бахраму ленточную сейчас много что продается вот большая такая схема она такого среднего размера не очень крупная бэкстич тоже очень много вышивается по моему четыре ниточки да вышиваются четыре нитки dmc вот а бэкстич вышивается в две нитки dmc вот видите вот так вот разбито по секторам вот мне не хватает таких зимних сюжетов у меня есть и другие схемы от стони крик пледы но потом я вам покажу не в этом выпуске в другой раз так дальше смотрим появились у меня вот такие наборы которые так встретились с акаде вот такой вот набор довогодний тоже от better homes this year's 3 кстати такой же был по моему буклет или где-то в какой-то книге печаталась эта схема вот вот такие у нас ниточки белая равномерка тоже симпатичный дизайн конечно взяла потому что это рождество нового года вот такие мешки тоже встретились от lanart вот но это вообще мария ван шаренбург ее дизайн ее разработка вот хочется здесь добавить немножко другую основу но я пока думаю об этом здесь очень красивые нитки посмотрите какие нитки холодных оттенков вот очень красивый тоже набор так дальше вот такой набор от эстер плейс вот такие три ванфла from the is называется набор бог 92 вот здесь у нас идет по комплектации черная основа золотой бисер вот такие ниточки но мне здесь хочется еще добавить разных трежерсов здесь настолько такой дизайн структурирован что мне кажется кроме бисера здесь можно будет что-то еще интересного добавить и как-то поиграть ну например даже с тем же клиником да то есть хочу тоже попробовать поработать с этим дизайном посмотрим что у нас получится так и еще у меня есть покупочки так вот пока у меня встретилась схема Хана Хатерингтон from the heart reproduction from the heart reproduction и получается это у нас тоже как бы репродукция старинного сэмпера значит у нас по ключу получается вариант в динге дайс глориана викс дайвокс значит у меня был вариант или глориана или динге дайс но в глориане не было всех комплектующих поэтому я смогла все подобрать динге дайс нитки видайвокс я не очень люблю я когда вышивала сэмплер голубой я вышивала еще какие-то другие у меня были дизайны нитки мне не нравятся они сухие быстро расслаиваются 15-20 сантиметров длина нитки и все ее нужно менять вот поэтому но вендж дайвокс это не самые мои любимые нитки я бы в любом случае попыталась сделать конвертацию на них так что здорово что здесь есть два варианта шелка динге дайс размер у нас получается 240 на 178 и у нас получается 40 каунт я вышивала на цвет какао рекомендации идет 36 каунт так и что у меня получается и вот такая у меня комплектация динге дайс вот такая снова цвет какао и вот такие вот ниточки очень красивые сочетания и цвет какао и такой кремовый красивый очень вот этот синий здесь с зелеными оттенками очень красивые сочетания мне кажется получится очень интересный сэмплер здесь можно даже потом какие-то элементы отдельно вышивать посмотреть еще может дополнительно что-то другое вышить вот такой вот интересный сэмплер нас ждет об вышивке так дальше дальше у меня встретилась вот такая схема это прямо редкость редкостная это plantation сэмплер от contemporary design и дизайнер у нас Дона Времелен Джамбо этот сэмплер давно уже не выпускается у него конвертация в хлопке DMC да я буду делать свою конвертацию но совсем недавно по-моему Scarlett Latter выпустила свою конвертацию можно у них посмотреть этот сэмплер но у меня как бы старинка хочу попробовать свой вариант так дальше хочу вам показать вот такой вот сэмплер так они по размерам очень похожи у них одинаковые размеры с этим сэмплером это у нас Little Robin Designs Hester & Garlick 1852 год репродукции так мне здесь очень нравится вот этот красивый бордюр в шахматке цветной какие красивые здесь девочки птица какая роскошная очень симпатичная рамка пакета цветов ну в общем тоже как бы еще один вариант для вышивки размеры у нас получается 40-ой аккаунт на Мока Леон 282 на 289 такой же размеры и в Plantation Сэмплере ой ключ конечно это хлопок но весь ручного окрашивания Wix Devo Classic Colour Gentle Art надо попробовать здесь что-то поработать и немножко может быть в шелке что-то сделать да по-моему можно будет сделать конвертацию в шелке ну в общем пока пока этот сэмплер он красивый но нужно с ним подумать кстати ой извините забыла вам показать что у меня еще тут видите креник для вас приготовлен этот креник идет к пледу здесь еще пять оттенков креника но еще два мотка 002 номер 4 вот забыла вам показать пусть будет так следующий сэмплер который у меня встретился вот такой Виолетт с блумбой Blackboard Design очень красивый розовый домик в сочетании с серым цветом прекрасно смотрятся эти роскошные фиалки добавляют такого романтизма вот значит ключ у нас получается тоже в хлопке ручного окрашивания размер 139 на 148 ткань 30 каунт а из капучино значит ткань у меня будет скорее всего что-то типа латте вот есть у меня такой цвет по ниткам нитки я буду все заменять на шелф и вышивать я буду остатками которые у меня остались от сэмплеров Терезы Берд там как раз есть такие цвета в палитре в розовый они больше нигде у меня не будут применяться в других сэмплеров как раз можно использовать их вот для этого сэмплера то есть остатки у меня пойдут на этот дизайн следующий вот такой мелодисментов смотрите какой красивый сэмплер очень красивый дизайн м-будс 1759 год тоже репродукция сэмплер небольшой сэмплер 216 на 171 крестик 40 каунт винточек рекомендации ткани ключ идет обросла 103 но я решила сделать свою конверсию вот посмотрим что получится мне хочется просто выбрать обросла на 40 каунт ну в общем видите 10 3 4 на 8 1 2 по размеру получается тоже буду вышивать посмотрите здесь какие красивые маленькие львы но с такими большими вазонами такая интересная диспропорция ну как это здорово смотрится вот красивый алфавит тоже здесь очень красивые такие элементы ну в общем еще один центр для вышивки и последняя моя находка прям такое сокровище совершенно неожиданная покупка и нежданное потому что редко встречается эта книга blue ribbon сэмплер от олвин хорвуд это вся книга это рекомендации к одному сэмплеру то есть инструкции скажем так да и вот такой вот центр здесь планируется к вышивке очень красивая работа здесь очень много разных тоже стежков также филейное кружево используется вот кстати посмотрите по квадрату здесь тоже если перевернуть то получается что вот часть элементов здесь вышивается видите как бы вертормашками переворачиваешь здесь уже будут уже другие то есть например корзина там замок птицы в одну сторону смотрят переворачиваем а здесь уже другие элементы дом животные рог изобилия ну в общем тоже такой сэмплер интересный совершенно роскошная здесь рама так здесь рекомендации вплоть до материалов но здесь еще есть вот такие вот цветные фотографии вот с приближенной съемкой это тоже очень здорово кстати вот в новом вот в этом сэмплере Norfolk дириженс я вышивала там уже вот таких фотографий с крупными какими-то элементами как это было вот в предыдущих схемах предыдущих инструкциях вот в этой схеме не было и уже не хватало то есть хотелось бы чтобы в этой схеме Norfolk дириженс тоже были такие же крупные фотографии приближенной съемки как это было в предыдущих сэмплерах ну вот вот такая вот книга здесь я уже конечно все начала читать изучать вот очень много информации нужно все к этому тщательно подойти изучить ну вот мои дорогие на этом наверное все вот я с вами прощаюсь благодарю вас за внимание всем радости вдохновения надеюсь вам понравился этот выпуск и увидимся в следующем в следующем выпуске до свидания всего хорошего вам